Яхта, сделанная из бетона, в минувшие выходные причалила к берегу Волгограда. Отсюда судно «Северная Корона» отправилось в Севастополь. Капитан Анатолий Яковлев строил яхту долгие годы и мечтает совершить кругосветку. А какие моря покоряются смелым, узнавала наш корреспондент Анжелика Антипина. Личный кортик капитана Яковлева носит имя любимой яхты. «Северная Корона» – созвездие, которое обнадеживает мореплавателя, ведь его видно из любой точки России. Судно спустили на воду пять лет назад, и с тех пор оно закалялось в реках Западной Сибири и даже во льдах Карского моря. Но суровее всего была к яхте «Обская губа». Там постоянно дуют жесткие ветры, а волны отличаются крутым нравом. Три недели я бился в штормах, три шторма было. Я бился там, это лучше не для слабонервных. То есть это или в отлив на боку лежал, бился, это ничего. Когда я вставал в прилив на ровный киль, меня долбило, так долбило, что просто смехнуться можно. От беды спасали жители Ямала-Ненецкого округа. И теперь на мачте его флаг. Но тогда из-за вечной мерзлоты были такие повреждения, что пришлось всерьез ремонтировать судно. Вырвало часть рулевого комплекса. Вот, представляете, металл какой отломало. Нет, не этот металл, это я отрезал. А вот из цельного куска вырвало вот этот пятак. Просто так. Яхта не потекла. Было даже лобовое столкновение с большим судном. Но снова обошлось. Без большого стажа в парусном спорте он бы не справился. А если и боялся, то не за себя, а за северную корону, говорит капитан из МИАСа. Свою мечту миллионера он лелеял с юности. А строил целых 13 лет при помощи 20 уральских предприятий. Один завод, например, прислал свинец на киль, другой – поддержанный двигатель. Яхта оказалась удивительно прочной. Но есть секрет. Она сделана из бетона. Точнее, из армоцемента. И в прошлом году прошла и Баренцево, и Белая моря. Там только мои друзья плавали, эти нерпы. На меня даже вот так смотрели. Такие удивительные, красивые глаза, любопытные. Даже одну погладил. Она нырнула в трех метрах, когда я осматривал яхту, подводную часть стояла так по поясу в воде. Смотрю, нерпа в трех метрах. Я на нее буквально две секунды смотрел, потом она нырнула, и хулиганка проплыла у меня прямо у ног. И я ее погладил. Это точно принесло удачу, говорит капитан. У северной короны есть и постоянный талисман. Компас судна Федора Конюхова достался по стечению обстоятельств. Правда, выцвел от времени. Анатолий Яковлев в свои 68 тоже мечтает совершить кругосветку. Но без постоянной команды вряд ли возьмется. А скоро у него будут попутчики. Вот здесь наш быт скромный. Четыре полки, вот сейчас вот захламлено здесь. Но будет скоро у меня полновесная команда, три человека. Это в Ростове-на-Дону. И там уж придется эту койку очистить. Потом я там вот переднюю очищу койку, каюту и там буду сам спать. А здесь трое будет размещаться. За несколько лет странствия Анатолий написал четыре книги и множество песен о приятных людях и любимых местах. В этом году прошел Беломорско-Балтийский канал. А из Волгограда Северная корона отправится в другой город-герой – Севастополь. Через Цемлянское водохранилище, Волгодонской канал, Азовское море, Керченский пролив и, наконец, Черное море. После суровых северных морей эта пара пустяков, говорит жизнелюбивый капитан. Ведь себя он тоже закалил по-настоящему. А когда-то отказывали ноги и шалило сердце. Я себя поставил, 20 лет бегаю на лыжи только в трусах. Вот теперь могу любого поднять человека, подбросить, нырнуть под лед, проползти по снегу, по снегу. В общем, что угодно. В конце июля яхта «Северная корона» причалит к берегу Севастополя и окажется в окружении военных кораблей. Там капитан Яковлев почувствует себя как дома. Ведь когда-то он строил ракеты для подлодок, был ведущим конструктором. Зато теперь может позволить себе как минимум мечтать. Есть мечта. И не знаю, вы, может, сейчас заулыбаетесь. Я хочу попасть на бразильский карнавал. Только там я могу найти отражение. Там по-настоящему двигающие, живые люди. Вот они от всего сердца откровенно танцуют. От всего сердца Анатолий Яковлев пишет романсы. Один из них актуален и 20 лет спустя. Он для любимой жены. Не хочу я тебе говорить до свидания. Расставаться с тобой, хоть на день, хоть на миг. Для меня ты всегда будешь самой желанной. Ведь вершины любви я с тобой не достиг. Супруга отпустила его в дальнее плавание и ждет где-то на Урале. Но именно она, тыл и начальник его порта, признается капитан. Анжелика Антипина, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба». Анжелика Антипина.